Вкусно, чё, аймоно? Ещё я рассказывала про первый астрал, теперь вышел третий астрал, я думаю, все уже об этом знают. А третий астрал я ещё не смотрела, и мне сказали, что он реально хорош. Там бывают такие моменты, и мы за душу берём, и снимаются Стефани Скотт, Эрмонд Мауруни. Почему у всех такие сложные имена, зачем? Я предупреждаю, пожалуйста, если у вас психика не очень всё классно, вы не засыпаете ночью после стрёмных фильмов, зачем смотреть астрал, мне нужно. Подождите какое-то время, потом у вас придёт и вы на этот момент уверенности внутри себя, и я смогу выдержать это, и я посмотрю, астрал и не умру. Вот, пожалуйста, вот только в этих случаях. Не стоит себя травмировать раньше времени. Зло Мсана Андреас. Андре, Андреас. И первое, что, это то, что там снимается скала. Для меня это нет, потому что я его, в принципе, не оооочень люблю, потому что он снимается как актёр, но он не актёр. Он, ну, не играет. Актёр. Берут камеры, вот здесь у меня такая штучка, берут, ставят гору. Вот, вот, вот такой человек, вот он заполняет, у меня вот тут гава, он заполняет вот так весь камер, и там всё заканчивается. Задний план, зачем? Есть человек, который заполняет полностью весь экран, и он просто стоит. Просто стоит. Безусловно, он невероятно крут, может поднять целый катер, он там всё, но он на вертолётах летает, на ровне тонет, он всплывает сразу. Но, нет. Но он мне даже форсажа не сильно нравится, вот простите меня. Те, кто не смотрели форсаж, просто упустите, я поставлю такой именно прочерк, где и закончу говорить, спойлерить про форсаж, потому что сейчас будет именно громадный спойлер, я предупреждаю. Какого хрена он появился в начале форсажа? Сломал руку, ногу. Нет, нет, нет. Он выпал из окна и сломал руку, ногу. Я не знаю, какой там был этаж, но это было именно... Ну это же гора. Ха! Он выживет. Классно. Молоток. На него ещё и женщина сверху упала. Всё круто. Хотя он размял вообще в машину. Отобьёмся рукой и ногой. Почему? Это же понты. 50 этажей пролетело. Так вот, он лежал со сломанной рукой. Он типа там рулил целый фильм. Его фильм без не было. И в конце он пришёл и всех именно спас. Это было настолько неожиданно. Я аж такая сижу. Хотя форсаж это фильм, в принципе, чтобы посмотреть. Красивый, круто снят. Вот так и уйти. И Сан Андреас я не знаю даже. Я даже не знаю, советовать ли его. Потому что я бы не первый раз и не второй раз бы его не смотрела. Потому что главным героем там гора является. А ещё там играет Александра. У неё невероятно большие голубые глаза. А ещё я вышла из кинотеатра, когда посмотрели этот фильм. И мне папа сказал, ну на неё и майку отдел. Я боялся за неё. Она так бегала, а я за неё боялся. Думаю, что вот-вот сейчас я просто... Короче, больно и очень бегать было. Если уж такое делать, то Сан Андреас в кинотеатре только нужно смотреть реально. Потому что дома не имеет смысла. Ещё один фильм это Век Аделайн. Который я называла Век Аделайн, Адыгейл, Век как угодно. Только не Адалин. Фильм довольно таки интересный. Это фильм, который стоит посмотреть один раз. Век Аделайн. Ад... Блин, как её зовут? Адалин. Ах, как же это... Но я даже не плакала. Но он был интересный, правда. Фильм «Воспоминания о будущем». Я этот фильм не смотрела. Я была бы не против посмотреть. Так как я люблю фильмы... Фильмы? Фильмы о средних веках. О девятнадцатых, восемнадцатых. Я думаю, этот фильм будет сопливый. Фильм, конечно же, будет про любовь. Этот фильм, конечно же, будет, как говорят, женский. Но, блин... Яма на него... Пускай вот на такие фильмы, как «Елизавета», например, или «Золотой век», на них стоит идти в кинотеатр. Они невероятно красивы. Каждый кадр невероятно красиво вылезан. Актёры играют офигенно. Но этот фильм, он такой более для взрослых подростков. «Безумный Макс». Это фильм, на который я ходила. Я ходила на него. Айм в Аймакс. И... О, да! Это тот фильм, который вот-вот нужно просто отложить свои вот так дела. Сказать... Так... Сегодня в Аймаксе сеанс «Безумного Макса». И я в это время ничего не делаю. Иду одевать невероятные очки. Набираюсь вот такой попкорна. И... Нет. Даже не нужно. Потому что он выпадать будет так изо рта. У меня, по крайней мере, ничего было не нужно. Я просто сидела вот так. Крутой момент в фильме, когда они делали ZTM, затухание, за... Черный фон. И ты просто в этот момент начинаешь дышать. Потому что всю сцену ты не дышишь. Ты просто сидишь такой... Какое-то странное выражение лица делала. Давайте сделаем другое. Я даже не знаю. Он не то чтобы интересный, он очень красивый. То есть, я про смысл умолчу. Ой, если что разыграла... Мммм... Сиквел, как я понимаю, с Том Харди. И... Блин. Ну, как бы... Макс. Это и есть Том Харди. Но... Макс... Он... Он не был главным героем. Главным героем была Шерей Строн. И она, наверное, была такая... Ух... Железная тетка. Мне понравилась там она. Но Том Харди тоже нормально так сыграл. Вообще, отбитого от мира. Просто... Это... Это не ко мне. Так. Следующий фильм это Маленькая смерть. Можно я не буду сейчас говорить об этом фильме? Вот, пожалуйста. Просто посмотрите трейлер. Читайте о нем. Мне... Мне даже... Мне... Мне... Мне неловко. Не думаю, что я бы на него сходила в кино. Но я бы его... Я бы его посмотрела. Потому что довольно таки интересно, что они хотят там сказать. Потому что в кино на Нимфоманку, например, я не ходила. Но... Вот, честно. Я... Я ее потом посмотрела. И сейчас... Ода. Ода. Это фильм, который стоит смотреть. Его стоит смотреть после определенного опыта. Потому что... Потому что он очень тяжелый. Потому что... Да. Вот не смотрите Нимфоманку. Не надо. Нет. А вот Маленькая смерть должно быть что-то очень смешное. И объясняющее нам что-то. Но пока я еще не понимаю что. А режиссером фильма является... Джордж... Джо... Уи... Уца. Ха-ха-ха. Какие мои. Джошуа. 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 Дорогой мой. У. Лосон. Я думаю, что это Джошуа... Лосон. Я никогда не видел ничто столь красивое в своей жизни. Она походила на ангела. Хорошо, ты собираешься сесть или не являешься тобой? Что не так с твоими ногами? Ничто вообще, спасибо. Мои ноги очень хорошо и Дэнди. Я только сидел рядом с ней в том автобусе и разговаривал полностью в школу. Моя спина изогнулась как вопросительный знак. Рядом с мамой никто никогда не говорил со мной или задавал мне вопросы. Ты глупый или что-то? Мама говорит глупый, столь глупое делает. Я Дженни. Я лес. Лесной болван. Я лес. Лесной болван. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова